Правящие партии, демократическая партия, либеральная партия, либерал-демократическая партия, которую возглавляет ФИЛАД, в канун выборов не могут перед людьми похвастаться достижениями по созданию рабочих мест, по открытию фабрик, заводов, по организации крупного сельскохозяйственного производства. И безусловно, что вся стратегия предвыборная строится на достижениях во внешней политике. Но если правящие партии считают, что это достижение во внешней политике, то мы считаем, что этого достижения нет. Почему? Потому что безвизовый въезд, стремление к безвизовому въезду в Европу преследует абсолютно все партии. Потому что все партии продвигают идею свободного передвижения граждан, как и в страны таможенного союза, как в Соединенные Штаты Америки, так и в Европу, безусловно. Тем более, что у нас в Европе более 200 тысяч граждан работают и безвизовое передвижение позволит уже тем, кто там работает, по упрощенной форме передвигаться по Европе. И безусловно откроет возможности для поезда людей в Европу. Первая категория это туристы, деловые поездки, спорт, культура. И безусловно, что и часть граждан могут воспользоваться этой процедурой для того, чтобы поехать и найти там работу. Согласно опросу общественного мнения, только 7% граждан имеют намерение посетить Европу в целях поиска работ. Это говорит о том, что не так много в Молдове осталось трудоспособного населения, которое еще не нашло работу у себя здесь в стране и надеется найти ее в Европейском союзе. Те 600 тысяч граждан, которые сегодня работают в странах таможенного союза, Россия, Белоруссия, Казахстан, частично люди работали и на Украине, они не будут ехать в Европу. Почему? Потому что они уже достаточно серьезно обосновались в этих странах, нашли работу, обустроили свои семьи, многие перевезли детей и за последний год наблюдается наоборот тенденция приезда людей из Европы, кто раньше там работал и в последующем трудоустройство в странах таможенного союза. 15% граждан, ранее работавших в Евросоюзе, выехали из Евросоюза и переместились в страны таможенного союза. Это по данным пограничной службы, то есть это официальная статистика. Поэтому я не думаю, что правильное решение, которое я приветствую о безвизовом въезде, каким-то образом в электронном плане поможет господину Фиолату получить больше голосов. То есть мы знаем о падении рейтинга партии в два раза и господина Фиолата более чем в два раза. То есть ему нужны более веские аргументы для того, чтобы он одержал ощутимую поведу на выборах. То есть это не является аргументом. Что касается оскорбления, которое было допущено господином Фиолатом о том, что раньше европейцы не считали молдаван за людей, это на его совести. И это совершенно неправильно. Почему? Потому что и я, и многие мои знакомые до безвизового режима посещали Европу и к нам очень хорошо относятся. У граждан Молдовы нет плохой репутации в Евросоюзе. То есть в Италии намного легче устроиться было всегда гражданину Молдовы, чем, к примеру, гражданину Румынии. То есть у граждан Румынии больше негативной репутации в Италии есть, потому что очень часто были нападения на граждан Италии, воровство в домах итальянцев, которые осуществили граждане Румынии. Поэтому у наших граждан репутация трудолюбивых людей, порядочных людей. И изменение режима поездок абсолютно не изменило ни в худшую, ни в лучшую сторону мнение европейцев о наших гражданах.